Всем привет! С вами Елена Вивас из Аргентины, и это мой блог о жизни, туризме и эмиграции в Аргентину. И не только, поскольку это моя не первая эмиграция. И тот, кто со мной давно, еще со времен Испании, знает, что очень большое внимание я всегда уделяю гастрономии той страны, в которой я живу. Когда я жила в Испании, я очень много рассказывала о гастрономии. У меня были видеорецепты, и вот теперь, спустя больше года жизни в Аргентине, я решила, что уже пришла пора рассказывать вам и о гастрономии Аргентины. Надеюсь, что за это время я ее достаточно хорошо изучила, чтобы уже могла и вам о ней рассказывать. Поэтому сегодня я вас приглашаю на свою кухню, и мы будем готовить одно из моих самых любимых блюд Аргентины. Что такое гастрономия Аргентины? Ну, конечно же, это прежде всего мясо плюс кухня Италии. Именно так и будет выглядеть и сегодняшний мой обед. Сегодня мы с вами будем готовить особуко. Это такой кусочек мяса с большой косточкой и поленту, но не простую поленту. Этот рецепт я посмотрела в одном очень интересном и известном ресторане Буэнос-Айреса. Итак, что нам с вами сегодня понадобится? Для приготовления особуко есть очень много разных рецептов. Сегодня мы будем готовить по моему личному рецепту. Что такое особуко? Особуко это вот такой вот кусочек мяса на кости, на сахарной косточке. Вы знаете, что одним из моих образований и моей профессиональной деятельностью является диетология, нутрициология. Именно поэтому я очень люблю именно этот отрез мяса, потому что во время его приготовления мы получаем все полезные свойства от косточки, которые нам потом способствуют для здоровья наших костей и наших суставов. Я его еще со вчерашнего дня замариновала в соке из апельсинов и добавила туда различные специи. Это также один из секретных рецептов одного очень известного ресторана в Буэнос-Айресе. Что нам еще понадобится? Ну, абсолютно любые овощи и корнеплоды, какие у вас только есть, чтобы к этому особуко у нас еще был очень вкусный соус. В моем случае это луковица. Очень люблю я использовать фенхель. Он придает особый аромат. Морковка, чеснок. Также у меня сегодня пойдут туда грибы, шампиньоны. И главной основой будет это вино. Я как человек с пробаской душой, конечно же, купила вино, которое называется Баско Вьеха. Старик Баско. Это достаточно недорогое вино и, в принципе, для приготовления мяса не нужно использовать какие-то изысканные вина. Конечно же, для приготовления нам всегда нужно масло. Я использую масло из ближайшего к дому магазина. И поскольку еще со времен Испании я люблю сорт оливок Арбекина, поэтому вот всегда стараюсь купить это масло. Также у меня здесь есть разные приправки, которые я буду использовать. Специальная приправка для мяса у меня есть. Всегда я использую мускатный орех. Очень люблю его. Также мясные блюда, которые я готовлю без томата. Я всегда добавляю подкопченную паприку, чтобы придать цвет и аромат. Ну и, конечно же, любимые прованские травки, они тоже у меня всегда в халду. Также нужна, естественно, нам будет соль. Набор специй, набор овощей у вас может быть абсолютно разный. Очень многие используют для приготовления осубука томат, помидоры или томатную пасту. Помидорчики я сегодня использовать не буду. Они у меня лучше пойдут в салатик, а соус у меня будет основан только на овощах и на вине. Так как я сказала, что готовить мы будем осубука, осубука будем подавать паленту, поэтому для паленты у нас есть кукурузная мука, я вот в Котто покупаю такую. Она мне очень нравится, поскольку быстрого приготовления. Конечно же, пармезан, какая палента без нее, хотя некоторые используют и мягкие сыры. И секрет сегодняшней паленты, я ее буду готовить на грибном бульоне. Вот грибочки сушеные, которые я замочила пару часов назад. И сначала я приготовлю бульончик, поэтому у меня здесь тоже луковичка лежит. Часть бульона у меня останется для других целей, а часть я использую для приготовления паленты. Ну и, конечно же, посудка нам нужна, да, кастрюлька, сковородка. И всегда у меня на готове кипяченая водичка. Ну и теперь приступаем к приготовлению. Нарезаем не очень мелко все овощи, которые мы будем использовать при приготовлении осубука. В сковороде разогреваем масло. Когда масло в сковороде разогреется, обжариваем наши кусочки мяса. Когда мясо слегка подрумянилось, мы оставляем его в сторону. Сильно мы его не будем мучить. И ставим сюда же на плиту большую такую толстостенную кастрюлю, в котором и будем завершать готовку. Маринад, в котором мы замачивали мясо, немножко процедим. Не совсем достаточно у меня получилась маринада, чтобы грибочки полностью погрузились. Ну, в принципе, это у нас дополнительный штришок к нашему вкусу. Маслица я сюда уже добавила. Сейчас мы его разогреем. И теперь в кастрюлю засыпаем приготовленные овощи. Сначала мы слегка в отдельности от всего обжариваем лук. Когда лук начинает потихоньку золотиться, мы добавляем все остальные овощи. Фенхель, морковку, чесночок. Все это хорошо перемешиваем. Даем овощам немножко протушиться на масле. Кстати, когда я готовлю это блюдо, сегодня у нас 21 сентября. Это значит, что в Аргентине первый день весны. Закончилась зима. У нас достаточно пасмурная погода. Ночью был легкий дождик. На улице просто великолепная погода. В Европе сегодня первый день осени. А это означает, что самое время готовить вот такие вот сытные и согревающие блюда. В Аргентине все еще, а в Европе уже пора. Итак, когда уже все овощи у меня слегка поджарены, самое время добавить и наши замаринованные грибочки. Так, грибочки я достала из маринада. Почему я их замариновала? Ну, потому что шампиньоны, да, они достаточно пористые и очень хорошо впитывают абсолютно любую жидкость в себя. И поэтому я подумала, ну, почему бы мне замариновать их в том же самом маринаде, в котором у меня мариновалось мясо. Сейчас я вам покажу, что у меня здесь получается уже. Посмотрите, какая это красота! Ну, и когда овощи уже прожарились, самое время добавить мои любимые специи и придать особый аромат будущему блюду. Всего понемножку, без фанатизма. Специи тоже должны немножко прожариться. Но здесь нужно быть особенно внимательными, особенно с паприкой. Паприка пригорает моментально, поэтому, когда прожариваете паприку, я ее немножко побольше добавляю. Я ее очень люблю со времен в Испании. Нужно моментально тут же все время мешать, не останавливаясь. Сейчас мы быстренько добавим специи и начнем формировать соус, в котором дальше на медленном огне и будет несколько часов готовится наше мясо. Вот я добавила специи. Боже, какие ароматы волшебные! Паприка нам придает очень красивый цвет. Чуть-чуть мы это все обжариваем, поженим все. И теперь самый главный момент добавления венца. Не жалеем его. В Аргентине вина у нас много. Вино хорошее. Не нужно бояться алкоголя, потому что он абсолютно весь выпарится. Примерно полбутылки я вылила. Все это теперь перемешать, дать закипеть. И представляете, какой волшебный соус у нас получится. Вот мы в соус погрузили мясо. Начинает уже потихонечку кипеть. Я, наверное, совсем немножко добавлю водички. Чтобы мясо у нас полностью погрузилось в наш соус. Еще со времен Испании, когда я делала свой знаменитый рецепт паэли, который там уже просмотров, я не знаю, уже к 300 тысячам, по-моему, добирается, меня очень многие упрекали, что для приготовления я использую воду, а не бульоны. На самом деле, если вы будете искать в интернете рецепты приготовления усобуко, то вы найдете в том числе людей, которые рекомендуют туда добавлять бульон. Если у вас в холодильнике есть достаточно много лишнего бульона, добавляйте. Я считаю, что варить мясо в мясе, ну, как бы масляное масло получается. Если же вы для этих целей собираетесь использовать бульон промышленного приготовления, вот здесь я однозначно скажу, не надо этого делать, да. При приготовлении любого блюда мы прежде всего должны думать и заботиться о собственном здоровье. У нас два огромных, вот в данном случае у меня два огромных куска мяса, которые в пропорциональном соотношении, примерно там один к двум, к той жидкости, которую я сюда добавляю. Очень много овощей. В принципе, бульон у нас с чего готовится? Он готовится из мяса и овощей. Поэтому необходимости добавлять туда бульон нет абсолютно никакой. Но еще раз повторюсь, есть лишнее, добавляйте. Но ни в коем случае не используйте бульон промышленного приготовления. Итак, бульон у нас начинает потихонечку закипать. Это у нас самое время убавить до минимума. Я убавляю до двух. Теперь на медленном огне под крышкой нашего особока будет готовиться примерно два с половиной, три часа, пока мясо не будет очень-очень мягким. В это время, пока оно готовится, я начну готовить бульон для приготовления паленты. Вот здесь вам уже потребуется добавление в другое блюдо бульона, если вам это так нравится. Приготовление бульона для паленты, еще раз повторюсь, мы будем использовать замоченные ранее грибы и луковицу. И больше ничего, чтобы не было посторонних привкусов. Ну и для бульона я в сотейник налила водички. Очень хорошо промыла грибы. Кстати, я еще до конца не знаю, теперь буду ли я все-таки использовать грибной бульон, потому что грибы дают какой-то, ну, цвет, который мне может не понравиться. Я бульон приготовлю, а буду ли я готовить саму паленту в последующем на этом бульоне, я решу потом. Так, грибочки я очень тщательно промыла, ну, наверное, раз двадцать, а меняла воду, отдельно каждый помыла, потому что дает очень мутную водичку. Ну и лучок порезала такими вот большими кусочками. Закитываю это все, немножко посолить. Кстати, не забыть бы потом посолить особуку. Я его сейчас не солила. Посолю чуть-чуть позже. Солю наш бульончик. Сейчас я вам покажу, что там у меня получается. Вот так это все у меня выглядит. Грибочки, лучок. Накрываю это все. крышечкой и оставлю доводить его до кипения. Особука на медленном огне, оно готовится очень долго. И вот пока оно здесь все готовится, а вы проголодались, для этого у аргентинцев тоже есть очень интересные гастрономические находки, которыми я хочу с вами поделиться. Но прежде всего, в качестве закуски, перекуса, пока я жду основное блюдо, я хочу для вас приготовить самое любимое мое блюдо. То, которое я в первую очередь попробовала, когда приехала в Аргентину, поскольку я про него уже знала. Это сыр проволоны. Он продается сразу вот в таких вот алюминиевых формочках. И вы, в принципе, по большому счету, можете его поставить в микроволновку. Это как быстрый вариант. И приготовить себе расплавленный, очень вкусный сыр. Но я легких путей не ищу. По большому счету, у меня просто нет в микроволновке. Я это буду готовить в духовке. А также аргентинцы готовят на их знаменитой Париже. Также я видела в некоторых традиционных ресторанах их готовят в печи, в глиняных печах. Поэтому, чтобы немножко импровизировать вот такую вот глиняную печь, я возьму такую вот хорошую керамическую формочку, которая мне будет дополнительно давать тепло. И в ней, в духовку, я уже включила ее, прогреваю, приготовлю этот сыр проволони. А чтобы его не так скучно было есть, как и любой другой сыр, у аргентинцев есть такое понятие, как пикада. То есть всего понемножку можно попекарить, да, поклевать. И вот на днях, гуляя с подружкой по торговому центру, мы зашли в магазин деликатесов, и меня привлекла там одна колбаса. Вот именно колбаса. И так я ее называю не потому, что просто это вот такая колбаса, которая пахнет просто невероятно. Потому что она и на испанском, на аргентинском языке, она тоже колбаса. Русские меня поймут. Видите, написано колбас. Ну, поскольку во множественном числе, поэтому Z на конце. Так что сейчас на перекус я приготовлю горячий сыр и колбасу. Настоящую аргентинско-русскую пикаду. Что я для этого буду использовать? Давайте посмотрим. Поскольку я все-таки нутрициолог, и я стараюсь, чтобы вся моя еда не была достаточно колоритной, и в ней присутствовали только жиры, я вот еще к нашему сыру подготовила помидорчики черри. Они, правда, все-таки разнокалиберные. Очень трудно сегодня было выбрать в магазине одинаковые. Но будем работать с тем, что есть. Итак, что мы делаем? Берем наш сыр, достаем из алюминиевой формочки. Здесь еще он хорошо вот так вот запакован у нас целый панчик. Мы его разрезаем. Кстати, я знаю, что меня смотрят очень много аргентинцев. Друзья, посоветуйте марку какую. Какая марка сыра правового не вам нравится больше всего. Вот я его достала из упаковочки. Видите, здесь много всяких специй. Так, но прежде чем его укладывать в форму, я все-таки немножко использую масло для формочки. Смажу формочку маслом. Перекладываю мой этот красивый сыр. И вот у меня еще осталось место для помидорок. Целые они сюда не зайдут, поэтому я их вот так вот в длину разрежу и укладываю вокруг сыра помидорки. И вот такая вот вкусная закусочка у меня сейчас отправится в духовочку. Остальные помидорки, которые останутся, я их просто так свежими и оставлю. Примерно на 10 минут все это отправляется в духовку. И пока сыр у меня прогревается в духовке, плавится потихонечку, я нарежу колбасу. Итак, 10 минут прошло, как я отправила сыр в духовочку. Давайте посмотрим, что там у нас получилось. Открываем. А здесь все у нас. Вау! Что может быть прекраснее кипящего сыра? Аккуратно, чтобы не обжечься. Сейчас я вам покажу. Получилось. Гентинцы в плане еды, они просто гении. Вот пока вы ждете гостей или просто ждете свой обед, приготовили вот такой вот сыр, расплавили его с помидорами. Видите, кипят пузырики, нарезали колбаски, накидали помидорочек и все готово. Ну, а когда сыр у нас уже готов, готов, колбаска нарезана, что не хватает для самого правильного аргентинского обеда. Конечно же, хорошие бутылочки Мальвика из Мендоса. Вот привезла из своего очередного путешествия бутылочку резервы. 2019 год и сейчас буду наслаждаться жизнью по-аргентински. А сабука, пусть оно еще кипит и варится. До него тоже дойдет свой черед. Ну, и после того, как сабука практически уже у меня готова, определяется это тем, что мясо стало очень мягким и оно легко отделяется от кости самостоятельно и само мясо на кусочки можно размять при помощи ложки. Самое время приготовить гарнир, поскольку полиэто готовится очень быстро. На это нужно всего лишь несколько минут. что нужно для этого? Одновременно с мясом у меня готовился грибной бульончик. Вот здесь я его отмерила. Нужна непосредственно кукурузная мелкая крупа, поскольку у меня полстакана крупы, то бульона у меня полтора стакана. Тертый сыр пармезан. Вы можете использовать абсолютно любой сыр, даже мягкий какой-нибудь свежий сыпль. Немножко кусочек сливочного масла. И у меня два обязательных инструмента для приготовления поленты. Это венчик и такой вот мягкий забыл называется такая мягкая лопатка, чтобы можно было быстро вымешивать поленту. Итак, давайте приступим. Бульон я довела до кипения. Теперь берем стакан скукурузной мукой венчик. Сначала начинаем воду размешивать и уже в крутящуюся воду мы потихонечку засыпаем кукурузную муку. И продолжаем мешать не переставая, чтобы у нас не образовалось никаких томочков и одновременно уменьшаем огонь. Огонь я умело уменьшила до минимума. Кстати, я говорила, что не знаю, буду ли я использовать грибной бульон или нет. Я решила его использовать. Добавляем кусочек масла, потому что цвет получился нормальный. Запах обалденный. Конечно, когда делаешь на воде по ленту, она получается золотистая. грибной бульон придал небольшой оттенок, но он не смертельный. Добавила сыр, пармезан и продолжаю вымешивать. Все время приготовления по ленте я не перестаю ее мешать. Сейчас можно уже венчик, поскольку уже крупа застыла, я меняю на резиновую лопатку и дальше я продолжаю вымешивать резиновой лопаткой, чтобы не портить поверхность посуды. И лопатка, если честно, она, конечно, лучше крупу, выгребает со всех углов и по большому счету по ленту она у меня уже готова. Вот и все. Я все это готовила без переключений. То есть вот сколько времени у меня работала камера, столько времени у меня и готовилась по ленту. вот так вот она у меня выглядит в моем сотейнике. Очень трудно снимать одной рукой, другой мешать, поэтому вот так она у меня получилась такого красивого цвета, хорошей консистенции, добилась все, как я хотела. Ну и все, по ленту я выключаю. Единственное, у меня непредвиденные обстоятельства, попалось несколько кусочков от грибов. Кстати, оставшийся грибной бульон я перелила в лоточек вместе с грибами. Грибы мне эти сейчас не нужны для поленты. По ленту я все-таки предпочитаю, чтобы она была в виде однородной кашки. А грибы вместе с бульоном я использую потом в каком-нибудь другом блюде. Так, сейчас я вам еще раз покажу, что у меня тут получилось. Вот такая получилась ровная однородная масса. А здесь у меня особу кожи. Я его выключила, а осталось только сервировать все это. Ну и заключительные моменты, самые приятные. Начинаем сервировать. Сначала мы в качестве подушку для нашего блюда используем поленту. наклоню. Кто-то любит по ленту пожиже, кто-то погуще. Я как получится. Какой консистенции получилось, такой и будем есть. так и наша особу куку. Мясо так хорошо приготовилось, что скорее всего одним кусочком у меня даже не получится его достать. Косточка отваливается. Она в принципе косточка ушла погулять. вот я ее для красоты здесь все равно оставлю. Я знаю, что есть любители, которые любят вот это внутренность от косточки. Я этим не страдаю. Конечно же вкуснейшего соуса. Иначе как есть поленту без соуса. и вот оно у нас получилось. Та-дам! Ну и вот оно наше готовое блюдо. Полента на грибном бульоне и особо с ароматными кореньями. Ну что, пробуем наше блюдо? Оно такое аппетитное. Немножко поленты, немножко овощей. Это просто каприз богов. И напишите вон там вот в комментариях какие видеорецепты аргентинской кухни вы хотели бы еще увидеть на моем канале. А на сегодня у меня для вас все, поскольку я хочу ужинать, я скорее хочу съесть все, что я сейчас приготовила. Всем пока-пока! С вами была ваша Елена и